Распознаватели лиц для школьников, тяжелый люкс и будки-парковки. Здравствуйте, меня зовут Алена Медведева и это подсмотрено в сети. В школах Ростовской области установят умные распознаватели лиц. Это такие комплексы дезинфекции рук с функцией автоматической термометрии и распознавания лиц. Ожидается, что установка упростит прохождение утреннего ритуала в учебных учреждениях. Тем временем не все родители одобряют эту идею. Наши дети не преступники и у нас не концлагерь. Сбор биометрии незаконен, написала Ольга и многие пользователи сети поддержали ее. Следующий этап – искусственный интеллект вместо учителей, считает Олег. Я вот предлагаю не торопиться с выводами и немного успокоиться. Все-таки вот время покажет. Луи Виттон на мусорке. Ростовчане постепенно возвращаются из новогодних путешествий и избавляются от ненужных вещей. Одни пользователи сети просят адрес этой брендовой свалки, а другие забраковали подлинность фирмы брошенного чемодана. Единственное, на чем сошлись все, это мнение, что неплохо таки живут ростовчане. Конечное, прилетели, пишет Сергей. Кто-то психанул, считает Оксана. А я за то, чтобы в старый Новый год избавляться от всего ненужного. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. В Москве возле одной сети супермаркетов начали располагать будки-парковки для собак, чтобы хозяева теперь могли не привязывать их к перилам и не беспокоиться о сохранности любимых питомцев. У пользователей интернета спросили, нужны ли такие парковки в Ростове. И жители города незамедлительно отреагировали. Конечно, нужны, но замочки обязательны, ведь очень много воровства, поделилась Элла. Я удивляюсь, как еще собачьи памперсы не изобрели, написала Слава. А я спешу развенчать это предположение. Изобрели Слава. Ох, изобрели. И все же я хоть и поддерживаю идею подобного пристанища для собак, понимаю, что такой формат точно не для моей собаки. Уж слишком громко плачет. Сегодня это все, с чем я хотела поделиться. Спешу на поиски новых новостей, которые покажу уже завтра в это же время. Увидимся. Пока-пока.